Всем привет! Рада приветствовать вас на канале про Икеа. Меня зовут Татьяна. Сегодня мы снова с вами встретились в нашем офисе службы доставки товаров Икеа в городе Саранск и подготовили вам такой, я думаю, интересный обзор. Ну, он будет в первую очередь интересен родителям, у кого есть детки, хотим рассказать вот про такую серию железной дороги. Элементов очень много, серия называется Лилабу. Мы с вами посмотрим все, что входит в серию на данный момент, все, что продается, сделаем сравнение со старой серией, посмотрим, как все это сочетается, покажем вам, как прошла эксплуатация данной железной дороги нашими детьми, двумя дочками десяти и четырех лет сейчас, сколько мы ей пользовались, в каком она сейчас состоянии. Ну что, давайте смотреть. Сначала хочу вам показать новую железную дорогу, которой еще даже нет на сайте, но в магазине она уже продается. Вот такой вот комплект, сейчас мы с вами его вскроем, мы все вам покажем. Вот такой набор из 45 предметов. Вот в такую коробку он упакован, то есть вполне хороший подарок. На данный момент в магазине Икея Нижний Новгород он стоит 1699. Продается он практически во всех Икеях по всей России, но на сайте пока не представлен. Эта новинка, когда выйдет на сайт, информации пока нет. Давайте вскрывать. Кстати, упакован очень хорошо. Я считаю, что в качестве подарка вполне достойно. Убираем коробку. Пока подвину, чтобы не мешали остальные элементы, про которые будем рассказывать. И будем вскрывать эту дорогу. Давайте буду вскрывать и крупно показывать по частям. Значит, вот такие вот вагончики, паровозики. Да, вот такой вот вагон. Нет, это все-таки не вагон, это либо перед, либо зад. Локомотив подсказывает мне ребята, хотя их фактически два получается. Вот он во все стороны ездит, назад-вперед едет. Значит, вот такие вот колесики. Крутится все плотненько. У нас в таких штырьках. Штырьки ходят туда-сюда. Кстати, вот такой он примитивный. Да, кстати, все паровозики икеевские, они особым дизайном не отличаются. Но за счет того, что все-таки детки играют этим, и все гладенькое, ровненькое, вы не поцарапаетесь, занос не посадите. Даже если решите их погрызть, все будет с ними и с ребенком хорошо. Так, значит, это у нас магнит. Вот так сейчас покажу, как они держатся друг с другом. Такая вот конструкция. Кстати, паровозики продаются еще отдельно, но, к сожалению, на нашем обзоре их нет, так как на данный момент в Нижнем Новгороде их нет, они, ну, закончились. Вы можете посмотреть их на сайте, чтобы понять, нужны они вам или нет. Ну, в любом случае, когда паровозиков много, играть гораздо интереснее. Вот такая вот конструкция. Три вот таких вот паровозика. Убираем их пока в сторону. Сейчас мы, кстати, все по частям посмотрим и соберем потом дорогу, как это будет выглядеть. Значит, вот такой вот мостик. Кстати, вот сейчас стали вот эти вот штырьки делать деревянными. Сразу забегу вперед, покажу элемент старой дороги, которую пользуемся мы. Вот здесь вот были такие вот пластиковые штырьки. Сейчас они деревянные выпилены. Ну, насколько это более функционально, показать не могу, так как все-таки новинка. Несколько клиентов уже покупали. Пока нареканий нет. Ну, в принципе, все крепко. Здесь материал дерева бука используется. Я не думаю, что это сломается. Хотя, сами понимаете, это дети, было бы желание. Значит, это у нас мост. Вот эти два элемента пластмассовые. Пластик плотненький, все закругленное. То есть никаких острых краев нет. Ребенок не повредится, не оцарапается. В этом плане все в порядке, все безопасно. Так. Вот это пока убираем. Это у нас получается крышка. Она либо на мост одевается, либо на части дороги. Тоже вот ее покажу подробно, детально. Чтобы вы видели. Не написано. Здесь кто произвел. На коробке потом посмотрим. Вот такой вот плотненький зеленый пластик. Тоже все закругленное, все ровненькое. Да, 45 элементов это много. Вот такая вот черная штучка. Не скажу, для чего она пока. Но я думаю, собирать. Может быть, как это крыша домика. Да, вот. Таких вот много квадратиков. Я думаю, это, скорее всего, собирается как что-то типа домика. Такие вот кубики. Ну, сами понимаете, да, что можно играть ее и просто ими. Вот смотрю, у нас, например, у новой не было вот таких вот как бы выбоинок, что ли. Ну, не сказать, что качество хуже стало. Мы свою дорогу покупали. Ой, старшая у нас 10, младшая 4. Она играет, то есть она уже при рождении младшая была, наверное, лет 5-6 нашей дороги точно. Она у нас жива-здорова. Играют ей все. Собака пыталась пожевать. Вот такие вот сколики у нас после собачьих зубов. То ли партия такая, то ли вот дерево такое сейчас более мягкое. Значит, таких вот кубиков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Они все с разным рисунком. Здесь вот как будто двери, здесь окошки. Здесь тоже всевозможные входы-выходы. Такая вот пирамидка. Это кубики. Один мы с вами посмотрели, остальные, в принципе, тоже все вот примерно такие. Такая вот желтая крыша. Это, очевидно, часы. И, судя по рисунку, хорошо все покрашено, ровно. Вот что мне нравятся и кружки, и киевские, они все-таки безопасные. Неважно, жует их ребенок, в рот тащит, что бы он с ними ни делал, он не оцарапается, не раздерет себе ничего. Такая вот красная крышица. Так, кстати, кубиков не шесть. Я нашла седьмой кубик, упакован был отдельно. С такими вот овальными окошками. Здесь вот у меня сейчас такой наборчик. знаки дорожные, осторожно, железнодорожный переезд, знак стоп. Дальше. Осторожно, наверное, поезд имели в виду, потому что это все-таки не машинка, а больше поезд. Стрелка. Кстати, вот знаки сделаны хорошо, на них нет никаких зазуб, вот этих вот, как бы, коцок никаких нет изначально. Ну, очевидно, все-таки, наверное, разное дерево используется для разных частей, отсюда такие нюансы. Так, вот эта вот россыпь у меня в руках, это зеленые насаждения, которые вокруг дороги можно поставить. Я думаю, вы уже обратили внимание, если дошли до этого места в обзоре. Примитивное все, да, то есть такие вот, как бы, ну, не сильно дизайнерские паровозики, обычное все. Но, поверьте, ребенку двух, трех, четырех, там, пяти лет, то есть, ну, таким дошкольникам, да, им не важно. Главный функционал, чтобы это все хорошо ездило, было яркое, было это удобно. То есть, когда много лишних деталей, детей это тоже отвлекает. Так, вот это у нас, как я понимаю, шлагбаум. Да, сейчас вот соберем, попробуем. Да, вот поезд здесь, поезд здесь едет. Соответственно, здесь стоят машинки, то есть, дорога собирается так, что можно играть и поездами, и плюс еще машинками. Машинки, кстати, в Икеа тоже есть, по ним обзор будет отдельный. Вот такая вот пластиковая крыша. Даже интересно, к чему она. Сейчас я все вам покажу по частям, и мы потом перевернем дорогу. Там будет инструкция, как ее производители рекомендуют собрать. Я, как понимаю, вот эта крыша, вот к этим деталям, это, наверное, все-таки как бы депо, что ли, да, откуда паровозы выезжают. Вот таких вот две детальки соединяются, и тут вот часики. Практически паровозик Томас. Так, это мы убираем кубики. И теперь давайте посчитаем, вообще посмотрим, сколько у нас деталей. Да, кстати, вот то, что я показала на мостике, на всех остальных детальках тоже. Теперь вот этот штырек, он выпиленный, то есть пластиковых элементов нет. Но, возможно, я думаю, все-таки это сделано в целях безопасности, потому что при желании старый элемент пластиковый, его можно было выковырить. Так, значит, у нас в комплекте сделан, кстати, этот набор в Болгарии. Вот подтверждение, артикульный номер товара Мадын Болгария. Вот таких две у нас длинных штучки. Рельсы, да? Могу найти вторую или одна она такая. Нет, такая вот одна. Значит, две вот таких, а не к мосту, это мы сейчас все соберем. Прямых, коротких тоже одна. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать вот закругленных. Вот одна коробка, да, у нас скрытая. Сейчас я вам покажу, чтобы не быть голословной. Мы, когда к обзору готовились, вот по данной серии по железным дорогам, информацию собирали от наших клиентов, от пользователей в интернете. Задавали много вопросов по этому поводу. Нам сказали, как бы, ну, минусы, да, то есть все равно люди, когда пользуются, в процессе эксплуатации, они находят минусы небольшие. Какие минусы люди нашли? То, что вот такой простоватый дизайн, мы об этом с вами уже поговорили, и то, что дерево попадается из разных партий. Поэтому, вот, ну, как бы эстетически, да, кому-то, может быть, это вот напряжно. Так, сейчас уберем лишнее и покажу то, что хотела. Вот, смотрите, это у меня в руках пять элементов от одного комплекта. Сейчас я их возьму поудобнее. Пять вот таких дощечек, три и две. Неудобно на одной руке размещать. Ну, я думаю, как-нибудь уместимся. Вот наглядно хочу показать. Одна дорога. И насколько они все отличаются по цвету. То есть вот этот разный оттенок. Но, кстати, это не минус. Это все-таки показатель натурального материала. Это дерево. Да, возможно, там, если кто-то перфекционист такой совсем, чтобы все было идеально, да, они чуть-чуть отличаются. Но на функционал дороги это никак не влияет. Все-таки натуральный материал, он не может быть весь одинаковый. Да, пластик можно сделать одинаковым. Тем более, вот он, он же ничем не покрашен. Просто оно обработанное, гладкое, без зазубренных, без всего. И вот этот разный цвет, это разные части древесины. То есть что-то с краю взято, что-то с середины. Поэтому вот отсюда такой вот нюанс. Я бы не сказала, что все-таки это минус. Ну и плюсом назвать все-таки дорога. Как бы хотелось, чтобы все-таки это было однородно. Но тем не менее, если не хотите покупать окрашенный, чтобы, допустим, ребенок маленький, да, двухлеткий. Моя два года еще старше, что младше, все тащили в рот. Поэтому, если вы, чтобы быть уверенным, что вы не жуетесь акриловой краски, лака и прочего, лучше вот деревянный, пусть эти детальки разного цвета. Это не страшно, на функционал это никак не влияет. Так, ну что, давайте попробуем собрать. И покажем вам еще, что у нас получилось. Вот что у нас получилось. Мы, конечно, собрали не как должно быть на картинке, так как мы ограничены пространством стола, чтобы вы могли увидеть. Вот такая вот картинка представлена на коробке. То есть вот так вы примерно должны это собрать. Ну, это как рекомендует Икея. На самом деле, собрать вы можете как угодно. Мы собрали вот такой вариант. У нас как бы не зацеплен мост. Вот сейчас хочу показать вам, как все это едет. Все очень хорошо проезжает. И сейчас покажу еще один такой нюанс. Может быть, кто-то очень глазастый из наших подписчиков и зрителей увидел. Вот этот элемент из старой железной дороги нашей. Пяти-шестилетней давности. Я уже говорила, что точно дату я не помню. Он идеально подошел к новым элементам. Несмотря на то, что крепежи здесь отличаются. Здесь были пластмассовые, раньше были пластмассовые, сейчас деревянные. Поэтому, если у вас старая дорога икеевская, ребенок просит дополнить, даже не задумываясь, покупайте. Элементов много, они разные. Будет очень интересно собирать. Кстати, я еще не заканчиваю, не прощаюсь. Мы будем с вами дальше смотреть. Это был самый большой набор за 1699. Его, на самом деле, можно тоже расширить, дополнить, в зависимости от количества той площади, на которой вы рассчитываете играть. И хочу сразу отступить, чтобы к этому не возвращаться. Данная железная дорога требует ровных поверхностей, так как все вот эти сцепки, они не являются жесткими. То есть они, ну, такие вот, ну, не символичные, конечно, но намертво не вы не можете сцепить. Допустим, там, на диване, на кресле, где-то не получится играть. Это либо стол, либо пол. Еще из моментов учитывайте. Все-таки аккуратно, когда, особенно, ребеночек маленький, да, то есть собирать самостоятельно, играть под надзором. Если ребенок, допустим, пальчики маленькие, кожа нежная, начинаете собирать, и вот куда-то вот сюда вот пальчик могут поставить, я думаю, детки умудряются, да, можно защемить. Ну, это уже такие вот нюансы, я думаю, безопасность, она все об этом знает. Сейчас мы все вот это соберем, чтобы нам не мешало, и будем показывать дальше следующие железные дороги. Давайте смотреть дальше, что сейчас представлено в продаже. Еще раз оговорюсь, нет у нас здесь двух элементов, даже не двух, а трех. Это дополнительный набор вот этих вот составных частей, вот такие вот отдельно продаются, если вам не хватает, потому что чаще всего не хватает. Ребенку никогда одного комплекта не хватит, хочется собрать большую дорогу. Нет мостика, и еще нет паровозиков. То есть вот три вида, которые сейчас пока отсутствуют в продаже. Соответственно, когда они появятся, мы также дополним обзор по ним. Так, следующий набор, тоже железная дорога за 699 рублей. Элементов в ней, конечно, поменьше. Сейчас посмотрим, кто ее изготавливает. На упаковке написано, что страна-производитель Китай. Ну, кстати, вот на предыдущей большой железной дороге тоже на коробке было написано Китай, а на одной из дощечек, на которой есть артикульный номер, написано была Болгария. Поэтому, возможно, упаковано, допустим, все это под итог в Китае, а вот дощечки сделаны могут быть в другой стране. Так как у ИКИ большое количество заводов и фабрик, которые их обслуживают, может быть как угодно. То есть часть собирается в одной стране, часть в другой, в итоге в третьей запаковывается. А сейчас мы с вами будем скрывать вот такой набор за 699 рублей. Здесь у нас, из чего он состоит? Три паровозика тоже, то есть такой вагончик, два локомотивчика, арка, мостики и вот эти элементы, прямые и круглые. Вот как это выглядит, как предлагает ее нам собрать ИКИ, эта дорожка. То есть, видите, да, никаких дополнительных елочек, домиков, ничего нет. То есть по размеру она примерно такая же, как дорога за 1700, но в той дороге больше элементов, ее более интересно можно собрать, более интересно ей играть. Пока распаковываю, тоже хочу поделиться с вами такой информацией. Так как мы готовимся ко всем обзорам заранее, то есть собираем информацию, это я вам уже говорила об этом, мы выяснили, что данные дороги, вот точно такие же железные дороги, такие же элементы, производятся еще несколькими производителями. Мы нашли трех производителей, Брио в Швейцарии, Вуди и Ройс. Более подробно мы смогли узнать по марке Брио. С 1884 года она производит деревянные игрушки, является самой крупной Швецией по производству детских деревянных игрушек. Поэтому кто у кого идею забрал, еще неизвестно, но я думаю, что скорее всего, наверное, все-таки ИКИ работает, возможно, по патенту, либо выкупили и продают такую дорогу. При этом еще учитывайте, что самый бюджетный ценник, при этом нисколько не страдает качество, это и киевские железные дороги, серия Лилабу. Остальные марки гораздо дороже. Мы помониторили цены, и вот такой примерно набор 45 предметов, которые мы с вами только что смотрели, за 1700, он порядка в три раза дороже. То есть не у всех есть возможность покупать такие дорогие игрушки детям. Да, у других марок более интересные элементы, там вагончики с возможностью, например, грузить в них какие-то мелкие грузы, более красивые такие декоративные все вот эти кустики, крыши, домики и прочее. У ИКИ виден, да, то есть такое вот все прямое, ровненькое, но ребенку в принципе не важно, ну не все, не падкие дети вот на эту красоту, им нужна функциональность. Но если вы хотите собрать такую красивую, не только долговечную, но именно красивую железную дорогу, тогда стоит обратить внимание, что есть другие марки с большим количеством вот этих дополнительных аксессуаров, более красивых, и при этом все дороги, всех четырех производителей, они сочетаются между собой. Поэтому вы можете спокойно покупать, например, вот эти вот все детальки в ИКИ, потому что они элементарно дешевле, а все вот эти вот дополнительные плюшки, красоту заказывать у других производителей. Так, вот мы с вами вскрыли дорогу за 699 рублей. Хочу показать вам вагончики. Значит, все то же самое, как у более дорогой, более дорогого набора, покрашены только в другие цвета. В функционал все то же самое. Те же магнитики отличаются только цветом. То есть фактически разница в цене у дорог только за счет дополнительных вот частей. Вот такие вот у нас две большие, две вот таких плотких, и 12, раз, два, три, четыре, шесть, нет, не 12, раз, два, три, раз, два, три, семь, и 14, нет, 15 вот таких вот боковых элементов. Собирать мы пока ее не будем, сейчас я вам вскрою, покажу остальные элементы, которые дополнительные у нас есть, и потом мы все соберем воедино, покажем вам, как это может выглядеть. Дальше, значит, вот такой вот мост из этой серии. На данный момент он стоит 199 рублей, вот он зеленый, с пластиковыми элементами. Я тоже сейчас его аккуратненько вскрою, и хочу вам показать точно такой же наш старенький кругляш. Кстати, покупали мы его дороже, он стоил не 199 рублей, но он шел не один, а в комплекте с дополнительными элементами. Сейчас, то есть, только вот один мост. Если вам, например, моста не хватает, вот он крутится, то есть можно сделать раз, два, три, четыре, пять, шесть линий, да, то есть это какое-то разведение, если правильно называю, стрелка может быть, да, у настоящих поездов. Кстати, вот такая вот деревянная штучка, на ней выемка, и здесь просто кругляшок, то есть тоже ничего никто не поранится, никаких штырьков, ничего нет. И вот такой вот тар из нашей домашней коллекции мостик, вот у него пластиковые отводы, здесь можно было сделать только четыре дорожки, вот эта часть несъемная, здесь металлический штырь, и вот он. Ну, тоже все закругленное, все безопасное. Вот, смотрите, вот как он у нас выглядит через много лет эксплуатации. Здесь у нас есть следы зубов, то ли детей, то ли собаки. Когда щенком была, она у нас таскала у детей эту железную дорогу. Кстати, что еще сразу хочу, забыла даже про это сказать. Вот вы собираете эту железную дорогу, да, коробки, в которых она продается, они для хранения не предназначены. Набирается ее много, так как это дерево, оно не легкое, позаботьтесь о том, где у вас это будет лежать. Пакет это не вариант, это все рвется. Вот по своим детям сужу, мы играем каждый вечер, то есть у младшей у нас ритуал, вечером мама с папой приехали с работы, мы собираем эту железную дорогу, сидим все с ней, ковыряемся, играем. Поэтому это какой-то либо выдвижной ящик, но оптимально, если икеевский, рассматривать ящик, выслал на колесах, вес выдерживает хорошо, и дети за счет колес сами могут его приволочь куда нужно, достать дорогу, поиграть и обратно все это кучей сложить. Это уже такой нюанс от нас. Значит, вот мостики. Я вам еще раз их вместе покажу. Вот такие вот мостики. Это старенький, это новенький. Между собой все очень хорошо и замечательно сочетается. Ну, как сказал мне муж, когда посмотрел все новые старые серии, люфтит все со страшной силой. Поэтому вот эти моменты учитывайте, да, то есть чуть неровность, никто никуда уже не едет. Мостик. Дальше. Есть вот такой вот подъемный кран. Стоит 399 рублей. Видно, да, что в комплект входит вот такая вот платформа, сам кран и брусочек, который одевается. Сейчас тоже все вскроем и покажем. Сделан данный кран тоже в Китае. Но здесь стоит пометочка на коробках, что Россия. Поэтому, возможно, для разных стран изготавливаются на разных заводах. Открываем. Вот такой вот краник. Сразу скажу, у нас такого нет. Мы решили, что нам как бы уже достаточно и новые элементы мы пока не докупаем. Но чувствую, дети смотрят обзоры, которые мы снимаем, им 100% потребует. Значит, смотрите. Сейчас покажу детально, потом покажу в действии. Вот такая вот платформочка. Все то же самое, что у паровозиков. Все ровненькое, гладенькое. Такой же магнитик. Сравним мы с вами сейчас, прицепив паровоз. Все хорошо держится. Вот такие вот четырьки пластиковые. Все тоже закругленное. И вот такой вот брусочек с отверстиями. Вот они оба. Вот так все это одевается. Хорошо, ровненько. Дальше. Вот такой вот кран. Здесь он пластмассовый. Тут у нас тоже магнит. Вот отверстие у него. Ну, кстати, вот тут вот маленькая прям вот зазубринка такая. Ну, ее спокойно можно даже пилочкой для ногтей чуть. Ну, есть, да, вот. Вот тут вот дефект. Не дефект, какие-то нюансы у дерева. Не могу сказать. То ли чуть качество древесины похуже стало. Но, тем не менее. Функционал хороший. Все плотненько, ровненько, аккуратненько. Это уже мы вот, сами понимаете, да. То есть прямо детально рассматриваем каждую черточку, каждую полосочку. Дети бьют это быстрее. Вот такой вот. Поднимаем. Опускаем. Сбрасываем. Фактически, вот я считаю, нужно несколько таких. То есть вот один раз сняли, да. Следующий должен, по идее, подъехать. Опять опустили. Ну, он один. Вот такой вот мостик. Значит, последний представитель данной серии, которая у нас сегодня в обзоре, это депо. Стоит оно сейчас 299 рублей. Все распакую, покажу. Вот на картинке видно, да, что как бы паровозики где, куда выезжает, откуда выезжает. Это может послужить началом дороги, откуда у вас будет движение. Так, смотрим, что у нас на коробке. Значит, сделаны... Здесь фанера березовая, то есть здесь уже другое дерево. это боковушки, да. Вскрываем. Кстати, друзья, очень бы хотелось ваши комментарии увидеть под видео. Пользуетесь ли данной серией? Как играют детки? Какие, может быть, необычные применения вы нашли? Потому что у нас как-то вот... Да, мы играем, но ничего-то необычного, такого нестандартного дети с ней не делают. Просто ставят, возят паровозики. Любим собирать именно, чтобы, ну, много объемно было, поэтому элементов у нас много. Значит, смотрите, с чего у нас состоит депо. Две вот таких вот фанерки, ну, плотненьких очень. Вот они. Ровненькие, гладенькие. Вот люблю такое дерево. Это как бы краешки, да? И две пластмассовые части. Это верх. Видно все. Сереблю пластмассу со всех сторон. Плотно. Ребят, пластик реально классный. Ничем не пахнет. Такого вот ядовитого, едкого запаха нет, что вот, например, для меня, как для мамы это очень важно. И вот такая вот платформочка. Сейчас мы на нее все оденем. Получается один, два, три паровозика. Здесь могут спокойно ночевать. Так. Вставляем. С усилием, кстати. Не скажу, вот как бы дети сходу справятся с этим или нет. Либо тут помощь взрослых понадобится. Ну, у меня как-то вот так идеально не вошло. Так, все. Здесь мы поставили. Задние стенки, получается, нет, да, он открытый. Тяжело все равно входит в пазы. Я вот понимаю, например, что младшая, которая почти четыре, она бы не собрала самостоятельно. Хотя в основном мы сейчас дорогу уже она у нас сама собирает. Вот эта конструкция. Сейчас покажу, например, паровозика. Вот как паровозики здесь могут находиться вот такой вот депо. Сейчас мы соберем дорогу и покажем, как это может в комплектации выглядеть несколько наборов в одном. Вот такой вариант у нас получился, но опять же в рамках нашего стола. Вот так вот выезжают у нас паровозики отсюда. Здесь у нас погрузочная зона, развилки. Вот такой вполне, я думаю, интересный элемент для игры. Повторюсь еще раз в очередной, что все это добротно, хорошо и качественно сделано. Я как мама довольна. И хочу рассказать, ну, показать, да, как выглядят наши элементы железной дороги. Кстати, вот, ну, даже удобнее стало. Легко теперь отличить старые элементы от новых. Мы принесли не всю нашу дорогу, сколько дети дали. Вагончики. Вот такой вот мост был раньше, сейчас его нет. Ждем новый мост, он будет чуть пошире, покороче. Кстати, цвет пластика тоже зеленый, но оттенок отличается. Здесь все было на шурупиках. В таком вот он у нас состоянии, после того, как им активно играет второй уже ребенок. Тоже видно, что фактура дерева такая вот, да, присутствуют вот эти все прожилочки. Все это тоже есть. Ну, хотя, кстати, все то, что вот это все пластиковое, все это живо-здорово, ничего не поломалось. Такой вот мост у нас. Дальше вот наши паровозики. Давайте возьмем вот старый паровозик и новый. Старый паровозик по квадратнее, повыше. Да нет, пожалуй, не повыше, пониже и покороче. Колесики все то же самое. Вот наш такой уже заширканный, да. Вот тоже у нас, очевидно, собака погрызла, никто этого внимания не обратил. Вот такой вот был паровоз. То есть сейчас более современный, как подсапсаны, да. И, кстати, вот нюанс такой, смотрите. Вот у старого паровозика магнитик и с этой, и с этой стороны. То есть можно собирать как угодно. Здесь строго только, то есть видно, что это передний вагончик, назад он никак не встанет. Не знаю, мне кажется, старенький более миленький, такой как ретро-паровозик. И вот такие вот вагончики. Вот это вот имитация цистерны. Вот он. И вот в этом мы одну конфетку перевозим. Хорошо умещается. У новых, к сожалению, нет вот таких вот отверстий дополнительных. Вот такой вот тоннель. Он состоит из двух частей. Выписали нам только один. Он у нас вот видно. Погрызан. Но не смогла собака его сживать. Плотное все-таки дерево. Со временем, я думаю, если совсем оно пачкается, темнеет, то я бы шкурочкой, наверное, время будет пройти вот этой шкуркой. И покрыть можно. Потому что дети уже не маленькие, можно, в принципе, и лаком его покрыть. И вот такие вот элементы. Вот эти пластиковые крепежи. Они так в распорку стоят. Все плотно, без какого-либо клея. То есть вот эти все элементы есть и в новых дорогах. Ну что. Про железные дороги, которые продаются в магазине Ikea, мы показали, рассказали все, что есть. Я думаю, вам обзор этот будет полезен. Потому что многие очень заказывают данные железной дороги. Мы каждую неделю привозим не по одной. Особенно, если это какие-то праздники предстоящие, серии обширные. Смотрите, выбирайте. Ну, когда вот я, например, задалась целью, нам нужна была железная дорога, мы не сразу обратили внимание на Ikea, мы смотрели массовые, железные. Ну, вот это для, с моей точки зрения, самое безопасное. Даже если вы будете ее жевать, грызть и так далее. Все-таки никаких острых углов, никаких тяжелых элементов. Все легко собирается, разбирается. Дополнить можно много чем. Спасибо большое, что досмотрели нас до конца. Присоединяйтесь к нашему каналу. Смотрите также другие наши обзоры. Мы много о чем говорим, показываем. Ждем обратную связь в комментариях. Нам очень нравится беседовать с вами. И обязательно пишите то, какие обзоры вы хотите видеть. О чем бы вам было полезно, чтобы мы рассказали. Всем пока. Спасибо за внимание.